Я на другом конце Алиутских островов, к югу от континентальной Аляски. Погода здесь совсем другая, хотя это тот же океан, то же течение и такая же морская фауна. Если в этих водах все еще водятся гигантские палтусы, это мой последний шанс их поймать. Вдали от воющих ветров и на более надежной лодке я вернулся к ловле на спиннинг. Этот способ мне ближе всего. Вон там очень большая глубина, до двух километров, а здесь дно поднимается до мелководья. Тут водится мелкая рыба, которая является пищей для больших рыб. И сейчас мы где-то на гребне прилива. Есть все условия, чтобы поймать глубоководного хищника гигантского тихоокеанского палтуса. Если он, конечно, здесь еще водится. Что-то схватило приманку, как только я ее забросил. Это вселяет надежду. Там что-то есть. Может, сразу две рыбы. Смотрите! Вы только посмотрите! Видите, какой гигант? Это зубастый терпуг. Сколько зубов! Он съел большую приманку, заброшенную на гигантского палтуса. Вот это рыба! Тот палтус, которого я пытаюсь поймать, питается рыбой и такого размера. Окрас зубастого терпуга позволяет ему нападать на добычу, укрывшись на океанском дне. Его прозвали тихоокеанским питбулем. Ест почти все, что может влезть ему в пасть. Это не то, что я ожидал поймать, но рыбалка всегда полна сюрпризов. Еще не все потеряно. Я надеюсь все же встретить свою рыбу, ведь приманка никогда не выбирает себе едока. Редактор субтитров А.Семкин